Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости. В студии Светланы Теплухина. И выпуск начнем с основной темы. Добраться до магазина, аптеки, кафе, до собственной квартиры. Для некоторых горожан эти банальные ежедневные действия превращаются в настоящий подвиг. Ограниченные возможности здоровья ограничивают и возможности доступа к городским объектам. Специальный репортаж Алины Филипповой. Тяжелые физические нагрузки для Алексея Малебнова дело привычное. С 2008 года он прикован к инвалидному креслу, но все же передвигаться по мере сил старается сам. Сходить в магазин, прогуляться. Однако, говорит Алексей, тут возникает ряд препятствий. Подъезд, крыльцо, двор, почти весь город мало приспособлен для полноценной жизни маломобильных людей. Даже несмотря на то, что в Заречном приступили к реализации проекта «Доступная среда», то есть начали обустраивать пешеходные переходы и перекрестки, проблема доступности все еще остается актуальной. Ведь множество частных магазинов и заведений до сих пор не спешат исполнять требования закона и не обеспечивают равенства прав. Недавно в городе появились вот такие плакаты. Кто именно их разместил, до сих пор неизвестно. Главный призыв – обратить внимание на проблемы маломобильных граждан. И кто-то к этому призыву уже прислушался. В магазине «Соломка-38», например, пандуса нет, но выход нашли. Установили кнопку вызова помощника. Все, что требуется – просто подъехать к ней и нажать. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Хотели бы отовариться у нас? – Да, хотел бы хлеб купить, молока, лимонады. – Эта кнопочка находится у охраны. Охрана зовет нас. В общем, и мы выходим. Блокнотик у нас, где мы записываем, что нужно, берем денежки. И также выходим, приносим продукты и вместе с чеком все отдаем. На первый взгляд удобно и доступно. Однако у нашего героя другая точка зрения. – Лучше бы самому заехать, самому выбрать какой-то. Лучше пандус. Когда ты сам заходишь, сам смотришь в магазине, что тебе нужно. Это лучше. Но проблема в том, что сейчас пандусы делают с большим наклоном. Это вот люди, предположим, еще моего возраста, кое-как могут и заехать. А уже чуть постарше, уже они в любом случае не смогут заехать. А это значит, можно перевернуться на этих колясках. Опять же, новые травмы. Особый вид услуг для людей с ограниченными возможностями разработали в едином расчетно-кассовом центре. Таким образом, компенсировали отсутствие пандуса. – Специалисты выезжают на дом. В среднем, получается, где-то два человека в месяц у нас. Заявляются больше не бывает. Где-то один, два. Услуги на дому все, паспортно-регистрационные. Если что-то, какая-то консультация, то же самое можно проконсультировать. Но вообще, все вопросы по начислениям, они решаются всегда по телефону. У нас за 12 лет существования нашего предприятия за все время. Только один человек, ограниченный в движении, в силу своей инвалидности, обращался к нам, подъезжал на коляске. Но самым неприступным для людей с ограниченными возможностями до сих пор остается проспект «30-летие Победы». Все переезды здесь травмоопасные, а наличие пандусов вообще редкость. Вот в аптеку, говорю, можно заехать. Вот здесь вот не заедешь. Здесь вот тоже вот не заедешь. В пиццерию эту. Работники пиццерии рассказали, что на ее двери тоже висел уже знакомый нам плакат, призывающий сделать заведение доступным для маломобильных граждан. Но потом его кто-то снял. Об обеспечении свободного доступа здесь не задумываются. И ведь так не только здесь. Что это? Банальное человеческое равнодушие? Нежелание вкладывать деньги в то, что не несет прибыли? А в итоге это оборачивается настоящей трагедией для человека, вынуждая его запираться в четырех стенах и жить вдали от общества. Алина Филиппова, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Эту главную тему выпуска мы продолжим по окончании информационного блока нашей программы. Гости студии – участники осуществления проекта «Доступная среда». Распорядитель Клуба стратегического развития города Константин Прибылов и член Клуба стратегического развития Татьяна Сальцова. Так что не переключайтесь. Чуть не сгорел заживо. Заречнец едва не погиб в своем гараже. Спасло мужчину собственное чутье и бдительность соседей по гаражному кооперативу. Светлана Демина с места чрезвычайного происшествия. В последний июльский день в шестом гаражном кооперативе было особенно жарко. В одном из блоков произошел пожар. Загорелся гараж под номером 272. Люди, находившиеся неподалеку, заметили дым и вызвали пожарных. Владелец гаража в это время был внутри. Мужчину спасло только то, что он вовремя почуял запах гари. Я вот здесь был. Я здесь один был. Задымил в воду, я вышел, что-то вроде дым. Думал, пару я в этой был. А то, что он все. По тревоге было поднято пять пожарных расчетов. Экипажи приехали быстро. Однако за это время дымом заволокло и другие постройки. По прибытии было видно наличие густого дыма, что предполагало горение внутри гаража, и задымление из соседних гаражей. Загорелся хлам, которым гараж был забит доверху. Помимо постройки, где находился очаг возгорания, пожарным пришлось вскрыть три соседних. В одном из них находился автомобиль. Иномарка, на первый взгляд, серьезно не пострадала. Но общий ущерб еще только предстоит оценить. О причинах случившегося тоже пока остается догадываться. Из-за чего он загорелся, не знаете? Не знаю, да. Что-то раздеть, что-то не понял, ничего не было. Хозяин здесь находится непосредственно на месте пожара. Он говорит, что не курил, не пользовался электрическими бетовыми приборами. То есть будет проводиться дознание, и в ходе проверки будет установлена причина. Пока нельзя исключать ни одну из версий. Поджог, короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем или какую-то иную причину. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заричный». Жильцы дома номер 62 на улице Ленина беспокоятся за свою жизнь. В их многоэтажке началась стройка. Просторные холлы планируется превратить в квартиры. Выдержат ли здание такие преобразования и дополнительную нагрузку? Своим беспокойством жильцы поделились с нами. Елена Степкина разбиралась в ситуации. В доме 62 по улице Ленина есть игровые комнаты. В холлах на этажах установлены теннисные столы. Здесь проходят чемпионаты, в которых участвуют и дети, и взрослые. Но вскоре места для игр не станет. В доме решено строить дополнительное жилье. Об этом жильцы узнали совершенно случайно. Такую новость и все оформленные документы принесла председатель товарищества собственников жилья «Прометей», в который входит дом на Ленина 62. Холлы, которыми мы пользуемся, которыми пользуются наши дети, были проданы в собственность неизвестному человеку, который вообще проживает в Саратовской области, с целью перевода приобретенных нежилых помещений в жилые. Почему вот это все продали, не спросив у нас, скажем вот так. То есть вот это самый первый вопрос, который нас интересует. Этот дом первоначально был заводским общежитием и передавали его городу именно как общежитие. В период массовой приватизации жилья квартиры были оформлены в собственность жильцов, а холлы остались собственностью муниципалитета. Но уже тогда планировалось, что обширные помещения будут отданы под жилье. И вот теперь их продали с аукциона. Собственность комитета по управлению имуществом города, все эти холлы, они были переданы в СКХ для дальнейшей продажи. Стройки в доме жильцы ждут с опаской. Новое жилье перекроет проход на этаже из одного крыла дома в другое. Придется ходить к соседям через первый этаж. Да и сомневаются жители, что их дом выдержат такую дополнительную нагрузку. Трещины в стенах здания есть уже сейчас. Это не просто, а кирпич он пошел. А давно? Это давно. Я здесь живу 17 лет. Это давно. А где вот? Естественно, усиление будет вот этого строительства. Что будет тогда? Мы жить хотим. Холлы выкупили несколько частных лиц и организаций. Пока работы начались только на четвертом этаже. Владелец холла здесь – частное лицо. Больше всего площадей на втором, третьем, пятом, шестом и седьмом этажах у фонда жилья и ипотеки. Но они к строительству пока не приступили. На данной этапе у нас идет согласование проекта переоборудования нежилых помещений, его перевод в жилое. Конструкции, которые там будут дополнительно возведены, они не тяжелые и на фундамент каких-либо дополнительных нагрузок нести не будут. Такой ответ жителей не устроил. Правомерность сделок и безопасность перепланировок они решили исследовать сами. Инициативная группа уже обратилась в независимую юридическую службу. Елена Степкина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Спустя два месяца на дорогах «Заречного» снова появились рабочие. Накануне ремонтная бригада дорожно-строительного управления номер один трудилась на улице Светлой возле детской поликлиники. Рабочие готовили проезжую часть к ямочному ремонту. Сегодня уже сделали заплатки. Но на этом ремонт дороги на Светлой не заканчивается. Если погода позволит, в ближайшее время дорожники капитально отремонтируют участок от перекрестка до подъезда к детской поликлинике. На этом завершится первый этап ремонта дорог. И работы приостановятся на неопределенное время. В «Заречном» еще остаются проезжие части, которые нуждаются в ремонте. Вопрос о том, когда дело дойдет и до них, пока остается открытым. Ну и к другим темам. Новые права и новые обязанности. Сегодня 14-летние зареченцы получили главный в жизни документ. Волнение, поздравление родственников на путстве официальных лиц. Посложившейся в городе традицией церемония вручения паспорта стала настоящим торжеством. Рассказывает Светлана Демина. Такие паспорта сейчас можно увидеть разве что в музее. Выдавать их перестали более 20 лет назад. Нынешние документы, удостоверяющие личность, выглядят немного иначе. И получают их сейчас не в отделе внутренних дел, как раньше. Процедура выдачи паспортов сейчас больше похожа на церемонию вручения солидной премии. Таким и представляла себе этот день Юлия Фатеева. Лет с 12 я ждала паспорт. Хотелось, что в соревнованиях когда возвращались, чтобы мама не встречала пропуск, паспорт. За паспортом Юля пришла со своей бабушкой. Людмила Николаевна старается не пропускать ни одно важное событие в жизни внучки-гимнастки. Присутствую на соревнованиях, когда я в Пензу езжу. Бывает, когда соревнования и здесь тоже. Ну а уж такое событие – получение паспорта внучкой. У меня два внука и внучка. Единственная внучка и паспорт получает. Обязательно надо присутствовать. В конце июля 21 юный зареченец получил документы, удостоверяющие личность. Или, как говорят сами школьники, стали полноправными гражданами России. Взрослые поправляют. Паспорт не только дает права, но и обязывает. Паспорт – это не только права. Паспорт – это обязанность и ответственность. Пусть сейчас не все права вам доступны, но пройдет немного времени, вы станете совершеннолетними, станете полноправными гражданами России. У вас появятся все права, которые должен иметь гражданин Российской Федерации. А вот ответственность, она уже наступает сейчас, и вы должны это осознавать. Кроме паспорта, школьникам вручили памятный адрес и сувениры. Юные зареченцы, в свою очередь, пообещали быть достойными гражданами своей страны. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». «Заречный» снова подтвердил статус культурной столицы «Росатома». Три проекта городских учреждений культуры получили гранты от госкорпорации «Росатом». Это читающий город информационно-библиотечного объединения и телерадиокомпании «Заречный», танцевальный перекресток «Росатома», дворца культуры «Современник» и семья начала всех начал детской школы искусств. Сотрудники библиотеки при поддержке нашей телерадиокомпании продолжат открывать перед жителями города увлекательный мир литературы. В ноябре «Заречный» превратится в танцевальный перекресток «Росатома». Коллективы со всех концов страны приедут посоревноваться в искусстве танца. Горожан не только удивят хореографическим мастерством и научат выбирать правильные книги. Зареченцам еще и расскажут о духовных ценностях и семейном счастье в рамках проекта «Семья. Начало всех начал». Его уникальность в том, что он представляет собой синтез педагогики, искусства и мудрого слова священнослужителя. Все мероприятия, а именно концерты, выставки, которые будут организованы силами учащихся и преподавателей детской школы искусств, будут проходить в трудовых, школьных, студенческих коллективах. И обязательно присутствие священнослужителя с беседами о семейных ценностях. Зареченские грации покоряют Болгарию. Только что с победой сразу в двух международных конкурсах из Софии вернулась старшая группа ансамбля классического танца детской школы искусств. На смену балеринам сразу же отправились их юные коллеги, средняя и младшая группы. Ксения Тризна пожелала успеха одним и поздравила с победой других. Эта зажигательная тарантелла покорила всех на международном конкурсе в Болгарии. Юным балеринам из старшей группы зареченского ансамбля «Грация» пришлось показать все, на что они способны. Ведь на конкурсе не было раздельных номинаций для профессионалов и любителей. Последний танец, мне кажется, мы станцевали с уверенностью. Да, это самый был яркий номер, последний тарантелло. Яркий, мы его зажгли и жюри очень понравилось. Судьи оказались на редкость строгими. Первое место не досталось никому. Зареченские балерины стали лауреатами третьей степени, уступив лишь ученицам хореографического училища из Красногорска. Кроме строгого судейства, в Болгарии наших девчонок поджидали трудности и другого рода. Особенностью конкурса было выступление на открытой площадке. Сложнее всего на открытой. Почему? Потому что все, кто проходит, остановится там, посмотрит. Ну, много людей больше, чем в закрытой. Сконцентрироваться сложно? Да. Но все усилия не пропали даром. Вместо одного балерины из Грации умудрились поучаствовать в двух танцевальных конкурсах. Нам подошел председатель жюри с другого конкурса, который называется «Розы обзора». И пригласил нас поучаствовать в этом конкурсе. Мы, конечно же, согласились. Он был в таком восторге от наших девочек, от нашего профессионализма, от наших постановок. Там наши девчонки стали лауреатами первой степени. Кстати, победу им принесла все та же яркая тарантелло. Теперь у старшей группы ансамбля начались заслуженные летние каникулы. Но лишь у них. Буквально считанные секунды остаются до отправки автобуса. Младшая и средняя группа ансамбля классического танца «Грация» едет в Болгарию на международный конкурс. Суета перед отъездом, чемоданы, кофры с костюмами, волнение. Но и родители, и дети уверены, что все пройдет гладко. Страшно? Да. Нет. Так нет или да? Нет. А почему? Мы всех сильнее, я знаю. Самое главное, чтобы дорога была хорошая и во всем удачи. Руководитель группы поддерживает своих воспитанниц. Она уверена, зареченским девчонкам есть чем удивить искушенные жюри и сразить соперников. Сильная сторона, конечно же, то, что мы воспитаны на классике. То есть мы сейчас везем современную номинацию, но мы воспитаны на классике. У нас и пяточки, и ручки длинные, и шейки. Это уже все подставлено, это отработано годами. Балерины вернутся домой 15 августа. А пока пожелаем им счастливого пути и удачи. Ну и о спорте. Завтра на искусственном поле центрального стадиона состоится заключительная игра полуфинала Кубка города по футболу. Команда «Газовик» встретится с ветераном. Начало матча в 19-20. А накануне завершилась очередная игра областного футбольного чемпионата. Зареченцы сыграли с пензенцами. За наших болел Сергей Пруцкий. Продолжаются игры чемпионата Пензенской области по футболу. В домашнем матче Зареченский союз сразился с гостями из Пензы, командой Академия. Стартовый игровой отрезок. Обе команды применили тактику игры от обороны. Быстрый атаки и быстрый отход в свою зону. Примерно в середине тайма защита пензенских футболистов дала слабину. Счет открыл нападающий союза Кирилл Белоусов. Больше ошибок до перерыва пензенская команда не допускала. Выбранная тактика, сыгравшая на руку союзу, в первом тайме застопорила игру. За оставшееся время периода счет так и не изменился. 1-0. Во втором тайме борьба за мяч активизировалась. Академия всеми силами старалась догнать соперника. А союз, в свою очередь, увеличить разрыв в счете. Реализовать задачу удалось зареченской команде. Правда, лишь к концу игры. Гол забил Дмитрий Божаткин. 2-0. С таким результатом завершилась встреча. Что реализовали, что не реализовали в игре? Аплодисменты. Ну, 100% значит реализовали. Влад, Влад сегодня уходит в новом мальчике. Но должны были реализовывать еще больше. Друзья, на этом у нас по-второму тайме были еще моменты, которые должны быть реализованы. Волите за Зареченский союз. Я надеюсь, что у нас, друзья, не хватило. Времени, чтобы учесть недостатки и отточить удачные комбинации, у союза совсем немного. В первых числах августа Зареченскую команду ждет выездной матч с пензенским энергетиком. Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Как сделать город доступным для маломобильных категорий горожан? Об этом через пару минут, а прямо сейчас реклама. Службы экстренного реагирования приходят к вам на помощь по первому зону. Если у вас проблемы со здоровьем, то вы звоните 03. Если на ваших глазах нарушает закон, звоните 02. А вот если вы страдаете от неполадок с телевидением, тогда звоните 60-13-19. Мы себя приверем к скорой технической помощи, для того, чтобы люди лучше и качественнее смотрели телевизионные программы, которые транслируют телерадиокомпании «Заречный». Запомните телефон технической службы телерадиокомпании «Заречный» 60-13-19. Внимание! Акция в магазине электроники «Прайм». Сверхтонкий, легкий игровой ноутбук на базе двухъядерного процессора «Интел» с диагональю экрана 15,6 дюймов и оперативной памятью 4 гигабайта всего за 13 990 рублей. Рассрочка без переплаты на 4 месяца. Наш адрес. Город Заречный, торговый центр «Соломка», 3 этаж. Телефон 655-222. Внимание! Телерадиокомпания «Заречный» проводит акцию «Подключайся». По ее условиям, переключившись с социального пакета телеканалов на базовый, вы три месяца платите за 30 телеканалов по цене 8. Телефон для справок 60-13-19. Муниципальное предприятие «Ремонтно-строительный комбинат» строит и продает одно- и двухкомнатные квартиры в четырехэтажном доме по улице Торговая на 132-м квартале. Стоимость одного квадратного метра 37 тысяч рублей. Справки по телефону. 61-40-14. Летом и зимой от кондиционер жару и зной. Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Юст». В новом сезоне новые каналы. Телерадио компании «Заречный» предлагает своим оппонентам обновленную линейку телевизионных каналов. Телеканал «История» берется доказать. История эта ярко, интересно, интригующе и познавательно. История. Тайны прошлого. И открытие настоящего. Бойцовский клуб. Самый мужской телеканал. Это мир силовых видов спорта во всех его проявлениях. Бокс. Смешанное единоборство. Дзюдо. Самбо. Карате. Прямые трансляции главных бойцовских событий. Телеканал «Моя планета». Главный российский канал о путешествиях, истории, науке и людях. Рискованные экспедиции. Эксклюзивные съемки. Уникальные истории. «Моя планета». Все путешествия начинаются здесь. «Русский роман». Настоящий подарок для всех любителей отечественных мелодрам. «Золотая осень». На канале «Русский роман». Мы стали интереснее. Мы стали информативнее. Мы стали доступнее. Телерадио «Компания Заречный», улица Ленина, 18Б. Телефон 601319. Подключайтесь. Итак, возвращаемся в студию прямого эфира для того, чтобы обсудить проект «Доступная среда», который осуществляется в настоящее время в нашем городе. И со мной в студии гости. Это распорядитель клуба стратегического развития Константин Прибылов и член клуба Татьяна Сальцова. Добрый вечер, уважаемые гости. Татьяна Евгеньевна и Константин Алексеевич. Итак, давайте начнем с истории проекта. Как он, собственно говоря, родился, Константин Алексеевич? На самом деле проект родился с обсуждением велодорожек. То есть в клубе собрались инициативные люди и стали обсуждать, как же тяжело в городе, значит, как построить в городе велодорожки, по которым было удобно бы ездить велосипедистом. С проектом выступал Александр Рожков, а потом это постепенно переросло в проект «Уже безбарьерная среда», когда люди стали говорить, а как же, а почему же велосипедистам? Да, ну мы забыли-то о других совсем людях. У нас же есть инвалиды, у нас есть мамы с колясками, еще какие-то люди, которые, скажем так, ограничены своим передвижением по городу. И потом у нас в клубе был, вернее, есть такой член клуба, как активный Михаил Палаткин. Вот он стал просто фотографировать, фотографировать те места в городе, где на самом деле невозможно проехать на инвалидной коляске, ну, на велосипеде и так далее. По итогам был составлен список пешеходной магистрали. И таких мест в городе, таких вот явных мест в городе, на пешеходных переходах, еще там где-то было обозначено 57. Этот список был передан в администрацию города. Администрация отнеслась к этому списку, скажем так, с пониманием. И было дано поручение муниципальному предприятию КБУ начать исправлять вот эти недостатки пешеходных магистралей. И вот на сегодняшний день я хочу сказать, что всего таких точек осталось 27, ой, 24. То есть было 57, то есть больше половины уже сделано. Кроме того, также в теме обсуждался вопрос, когда в клубе начал обсуждаться вопрос, что кроме того еще автобусы у нас. Автобусы у нас тоже такие, на которых не доедешь. В итоге мы сейчас видим, что администрация также услышала, скажем так, этот посыл. И у нас приобретены, кроме того, и автобусы с аппарелью. И сейчас каждый четвертый автобус на маршруте. Каждый четвертый автобус, значит, он с аппарелью. И вот у меня есть, передо мной сейчас лежит отчет, в общем-то, самого, ну, можно даже сказать, главного автора, ну, и автора, и сейчас, можно сказать, инициатора проекта. Безборье наследует Алексей Киселев. Алексей является инвалидным колясочником. И вот он составил отчет по как раз реализации этого проекта. И вот он даже пишет, что практически каждый четвертый автобус, выходящий на маршрут, оснащен в соответствии лучшим мировым стандартам. Тему закрыта, ура! И стоит восхитительный знак. Вот. Кроме того, были оборудованы пандусами. У нас в парке, значит, пингвин был оборудован, центр семейного отдыха. Это аптека «Имплозия», магазин «Окольц», магазин «Универсал», магазин «Браво». Вот это то, что сделано, конечно, еще много предстоит сделать. То есть вот Алексей Киселев также составил и инициативную группу, куда и Татьяна Евгеньевна входила. Они составили список, список объектов торговли и услуг, которые не оборудованы. Вот. Здесь вот продовольственные магазины больше десятков. То есть работы еще много. Несколько десятков. И хозяйственные магазины, и прочее. Татьяна Евгеньевна, а вы, насколько мне известно, принимаете личное и очень активное участие в осуществлении этого проекта. Как только я узнала об этом проекте, в группе на Фейсбуке, которая ведет Клуб стратегического развития, я сразу включилась. Тут сработал журналистский инстинкт. Захотелось примерить на себе, что это такое быть инвалидом. Алексей Киселев щедро пожертвовал мне свою коляску. Я на ней покаталась по городу. И просто на своей шкуре, что называется, испытала, каково это быть беспомощным. И каково это, когда все люди проходят мимо тебя и легко преодолевают эти 4-5 ступенек в магазин. А ты сидишь, и ты не встанешь подняться, ты не можешь себе ни молока, ни хлеба, ничего другого купить. И вот ощущение было такое. Я почувствовала себя абсолютно отверженным и беспомощным человеком. Вот такой же опыт следовало бы, наверное, героине сюжета посоветовать, которая сказала, что это не такое заведение, куда нужно... Абсолютно верно. Я всегда таким людям говорю, сядь в коляску и попробуй подняться в свое учреждение. А потом и скажешь мне свое мнение. Вот. И с тех пор газета «Заричев», в которой я работаю, собственно, как и телерадиокомпания «Заричный», стали информационными спонсорами этого проекта. Мы рассказываем обо всех достижениях, обо всем, что сделано. Стараемся выезжать на место, фотографировать и рассказывать. Вот в последнем номере у нас фото магазина мини-маркета «Браво», который первым среди мини-маркетов поставил «Пандус». И я хочу сейчас обратиться ко всем предпринимателям нашего города. Уважаемые, дорогие люди, если вы установите «Пандус» в свою торговую точку, позвоните нам, мы обязательно приедем, сфотографируем и расскажем об этом добром деле. Потому что в этом нуждается не несколько десятков инвалидов-колясочников, а как минимум полторы тысячи мам с колясками, сотни людей, которые ходят с клюшками, сотни людей с болезнями опорно-двигательного аппарата. Этим людям очень трудно добираться в ваше учреждение. По-моему, это требование сегодняшнего времени, иметь «Пандусы» в торговой точке. Если вы себя уважаете, значит, вы это сделаете. И мы о вас с удовольствием расскажем. Спасибо. И мы, в свою очередь, тоже будем рассказывать и впредь о том, как идет осуществление этого проекта. Поэтому я искренне желаю ему успеха. И вам тоже. Спасибо. И на этом наш выпуск завершается. Спасибо за внимание. До встречи на родном канале «Заречный». Хороших новостей. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». И господину Берхода Хоффмана большая честь вручить крупнейшему в России партнеру по марке «Рокаль» компании «Ремстрой» сертификат контроля качества «Профаль». Данный сертификат подтверждает европейское качество оконных конструкций компании «Ремстрой». Господин Берход Хоффман желает компании «Ремстрой» дальнейшего успешного развития. В компании «Ремстрой». В компании «Ремстрой» «Ремстрой» В композиции в «Ремстрой» хвост». Недленный сертификат «Рем viktigt» В компании «Рем authority». У в компании «Ремстрой» В компании «Ремстрой»